Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вопрос задает девушка, рассказывает про непостахианного мужчину, который, в общем-то, не может определиться, да, то он не нагулялся, то любовь загруба, то она для него единственная, то он, соответственно, ищет других знакомств, да, знакомиться с другими девочками и так далее. Вот. Постоянно увлечает ее в изменениях, шутит колки-шутки, намекает на то, что ее сам изменяет, пропадает периодически и так далее. Когда автор вопроса решил расстаться с ним, то мужчина изменился, стал дать подарки, но только на время, пока не прошел какой-то период, после которого опять началось то же самое поведение. И вот автор вопроса спрашивает, как мне наладить отношения, вот, сделать это желательно до армии, вот, потому что потом он уйдет и так далее. Ну, начнем, начнем, пожалуй, с того, что как-то не очень логично, на мой взгляд, наладить отношения до армии, вот, в том смысле, что только вы их наладите, допустим, и он уйдет в армию. И что будет? То есть, не очень понятно. Вот, такое ощущение, да, что вы здесь пытаетесь решить проблему собственной определенности, да, то есть, ну, когда, грубо говоря, есть некая неопределенность, которую вот мужчина дает, да, и вы как будто бы пытаетесь вот эту проблему неопределенности решить через налаживание отношений. Смотрите, какая штука. Мужчина, так же, как и вы, вероятно, боится сближаться, боится близких отношений, боится ответственности за близкие отношения. И та модель поведения, которую вы описываете, эта модель поведения называется игра в догонялке. Когда один приближается, другой отдаляется, другой приближается, первый отдаляется. Вот это классическая достаточно, достаточно история про проблемы личных границ. Вот это классическая история про, в общем-то, повторюсь, страх в расчетах. Вот, и в данном случае и вы, и молодой человек испытываете трудности с определенностью. То есть ни вы не доверяете себе, ни он себе не доверяет. И, как мне кажется, выступили в этом отношении в некой такой надежде получить опору. Вот. И получить опору в отношениях, конечно, можно, но все-таки желательно изначально опираться на себя. Вот. Вы говорите о том, что он ведет себя вот так, как он себя ведет, да? При этом вы сами, как бы, принимаете комплименты от других мужчин, как вы говорите сами от... из злости. Из злости к нему. Это очень незрелое поведение. И важно отметить, что игра в догонялки это игра детей до школьного возраста как раз-таки призвана для того, призвана помочь людям, маленьким людям, да? Выстраивать свои границы. Вот. Поэтому вы сейчас, как бы, по сути, отрабатываете вот эту самую историю. Вы регрессируете до уровня детей. А дети, как известно, серьезные отношения выстраивать не могут. Вот. Для этого нужно быть, как бы, ну, достаточно зрелым, сформировавшимся личностью. Коин и руин, ну, судя по вашему описанию, не являетесь. Поэтому вам нужно из-за игры выходить, вам нужно искать опору внутрь себя, вот, вам нужно поработать с личными границами, вот, чтобы, как бы, ну, достаточно четко, вот, как-то вот для себя, да, определить, как, вот, ну, как, вот, ну, с вами можно, да, как вот, с вами нельзя, вот, и, тогда вам будет, ну, как бы, легче, вот, понимаете, как раз так. Вот. Так что, на мой взгляд, тут, вот, как бы, очень важно, вот, в этом, ну, разобраться, да, очень важно, вот, здесь вам пройти терапию, вот, и поработать, например, ну, в частности, тревожность, да, вот, которая у вас, вот, ну, есть, вот, это, вот, соответственно, больше, как-то, вот, обращать, ну, обращать внимание на свою жизнь, да, на то, что вы делаете сами, вот, на то, куда вы идете, а у меня такое ощущение, что, мой, мой, молодой человек, вот, для вас, это, вот, вот, чуть-чуть ли не, вот, центр вселенной, да, вот, что, в какой-то степени является проблемой, на мой взгляд, по крайней мере, вот, поэтому, в первую очередь, изучите психологическую игру, вот, догонялкой, да, то есть, игра догонялки, можете так и написать, психологическая игра, игра догонялки, вот, это первое, и второе, второе, это, вот, насколько вы, вот, на себя, да, обращаете внимание, ну, в данном случае, то есть, вот, насколько вы на себя опираете, вот, и, соответственно, вот, вы говорите, что ваши отношения стали ухудшаться год, полтора назад, да, то есть, это, классический, такой, кризис с трех лет, если молодой человек, так же, как и вы, считает, что, ну, в ваших отношениях есть проблемы, да, то, вы можете вместе обратиться к психологу, да, и, соответственно, вместе, поработать, так будет эффективнее, быстрее, вот, естественно, индивидуальная работа эффективнее для вас, но, для отношений имеет более пролонгированную, так сказать, более пролонгированный вектор влияния, вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен, за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь, за помощью вам она пригодится.